Рад приветствовать всех вас на моем канале! Сегодня я вас попробую немножечко, совсем немножечко удивить, а пока вот такие старые допотопные лампочки накаливания с вот такими допотопными выключателями давно уже выходят из моды, выходят из строя и их заменяют более прогрессивные светодиодные лампы с вот такими автоматическими выключателями, фотореле, которые зависят от света, могут реагировать на движение и порядочные управляющие компании вовсю ставят в подъезды, на входах, на входных дверях вот такие вот системы, которые автоматически включают и выключают свет в зависимости от того, светло или темно, подошел кто-то или ушел кто-то и все это призвано заменить вот такие старые допотопные лампы, которые очень часто типа перегорают вот такие выключатели, которые типа часто разбиваются пальцами или еще чем-нибудь ну и сделать нашу жизнь более комфортной комфортной и более экономически целесообразной то есть мы должны экономить электричество во всем и вот об экономической экономии электричества мы с вами сегодня и поговорим для начала давайте проведем эксперимент по измерению потребляемых токов всех этих систем да, всех у меня специально подобрана вот такая лампочка почти 90 Вт и ее аналог светодиодный светодиодная лампочка, как мне обещают, с потреблением 10 Вт и мощностью 90 Вт излучаемой световой энергии кроме того, у меня есть набор разных фотореле и вообще управляющих реле, которые включают и выключают лампочки в том числе светодиодные и лампочки накаливания могут даже включать-выключать утюги или сирену, сигнализацию вот одно из таких реле, оно уже разобрано хорошо видно, что состоит оно всего лишь из системы питания, которая организована на резисторах, диодиках и конденсаторах одного вот такого вот маленького транзистора, который включает и выключает вот это реле никаких блоков питания специально тут не предусмотрено есть гасящие конденсаторы и вот этот вот транзистор, когда подать ему на базу какой-нибудь сигнал от чего угодно от фото датчика, от датчика движения типа пир или еще чего-нибудь, он включит либо выключит это реле но это реле в покое потребляет электрическую энергию и вот потребление электрической энергии самыми популярными, самыми дешевыми и простыми фотореле мы сегодня и проверим, зачем, да вы сейчас поймете сами почему и так, пока в сторонку наши аналоги типовых приборов с выключателями и без я подключил к нашей системе старой и допотопной доброй лампочки накаливания с вот таким вот выключателем одноклавичным вот такой вот старый допотопный прибор, который не даст соврать это не китайский какой-нибудь осциллоскопи-метр это обыкновенный амперметр да, ну это мультиметр, конечно но верхняя шкала позволяет мне измерять переменные вольты и амперы при этом ориентироваться я буду как раз по стрелочке все будет аккуратно переключаем прибор на переменный ток потому как вот здесь вот у меня есть штрих, это постоянный вот такая волна, это переменный ставим вот такой диапазон, чтобы нам было всем понятно это 0,6 ампера или 600 миллиампер и будем мерить ток, протекающий через лампочку накаливания в 90 ватт это будет быстро, не переживайте вот, ток через лампочку в 90 ватт у нас примерно, если вся шкала это 0,6 ампера то здесь примерно половина 0,3 ампера или 300 миллиампер 300 миллиампер, постараемся немножечко запомнить эту цифру она простая, как 300 спартанцев, в общем 300 миллиампер шурует по нити накаливания вот этой вот лампочки накаливания все, вот теперь мы с лампочкой накаливания заканчиваем и приступаем к нашим модерновым системам модерновые системы должны быть аналогичны чтобы нам все было ясно, четко и понятно то есть сейчас мы заменяем лампу на лампу но в светимости мы не теряем то есть производитель обещает нам, что у нас когда мы поставим вот такую лампочку будет 90 ватт излучаемой световой энергии все, договорились и ставим посмотрим, насколько изменится ток вот этой 90 ваттной лампочки по светимости я говорю и вот этой 90 ваттной лампочки ну то есть какой ток потечет через вот эту вот экономическую, экономичную и экономную лампочку светодиодную Поехали. Значит, включаем наш прибор, включаем лампочку в сеть, она загорелась. Конечно же, в разы меньше потребления электричества. Вот, чтобы нам было удобно, я переключусь на 10 раз меньше. То есть, вот 60 мА вся шкала, и мы видим, что 22 деления примерно можно перемножить. То есть, у нас 45, ну, где-то так, плюс-минус, или 44, ну, да, давайте умножаем на 2, да, 44. 2, 2, да, да, 44. Итак, запомним эту цифру, что стрелочка стояла у нас вот здесь, на шкале прибора, 60 мА. Это потребление вот этой самой, вот этой самой экономичной светодиодной лампочки, просто так, когда она горит, в банальной схеме. Ну, а теперь, ну, а теперь давайте побалуемся всеми этими изюминками и изящными решениями, которые позволяют экономить электричество даже при включении вот таких вот лампочек. Давайте посмотрим, как поведет себя вот такая система. Она разработана как для таких, так и для таких лампочек. Я продемонстрирую, как она работает. Сейчас я соберу установочку прямо у вас на глазах. И мы посмотрим дальше, что из этого у нас получится. Так, аккуратно отключив все от сети, я разбираю эту систему и собираю новую. Она у меня уже подготовлена. Тут все уже заранее практически подсоединено. Вот, мы будем измерять ток вот этого автоматического выключателя, который может реагировать на освещение. И включает и выключает свет в тот момент, когда наступило утро, ну, то есть наступила темнота, либо наступила ночь. Ну, включает свет, когда наступила ночь, естественно, наступила темнота, да. А расцвело, он выключает свет и позволяет нам экономить электричество. В случае с лампочкой накаливания это действительно так и происходит. Мы помним, что через эту нить шуруют 300 спартанцев, либо 300 электронов. А теперь, давайте включим нашу систему, посмотрим, как она моргнет или хлопнет. И будем измерять ток. Итак, вот сейчас лампочка выключена. Но этот выключатель уже сам по себе начинает откушивать электричество. И давайте посмотрим, сколько этого электричества он откушал. Только что мы использовали вот такую лампочку и видели, что стрелочка находилась где-то вот здесь, 22. Если быть грубо и прямолинейным, то вот 60 мА, 30 мА съедает один только вот этот выключатель. А 44 мА нужно для полного яркого свечения вот такой лампочки. Ну, пока не будем делать выводы. Давайте посмотрим, может быть этот выключатель немного груб. Ну и прежде чем мы его уберем, этот плохой выключатель, я переключу прибор на более мощные амперы и покажу вам, как он работает. Вот сейчас он нам должен включить лампочку накаливания. Ну, то ли я темноту недостаточную. Вот, включил, да. Включил, я сделал темноту. Выключатель включился. Естественно, сейчас токи суммируются. Суммируется ток самого выключателя вот этого и лампочки накаливания. И ток у нас вот те самые 300 спартанцев плюс ток выключателя. Ну, давайте выключим это дело. То есть, мы запомнили, что сам по себе выключатель 30 с небольшим миллиампер откушивает, вне зависимости от того, включил он эту лампочку или не включил. Ну, это, быть может, вот такой вот прожорливый выключатель. В моем распоряжении есть еще вот такое замечательное фотореле. Вот на нем так и написано. ПС-1, ну, я не знаю, как это правильно читать, на 1200 ватт. То есть, можно подключать и такие лампочки, и утюги. Все хорошо. Но обычно вот такие дешевенькие фотореле используются именно как экономки. То есть, дома их ставят, подвешивают рядом с такими лампочками, чтобы в кладовке там свет загорался или в каком-нибудь сарае свет загорался. В общем, пользуются системой, аналогичной вот этой системе. И давайте я честно и откровенно возьму и разберу это фотореле вот так вот. И мы посмотрим его нутряк. Здесь вот такая желтенькая релюшечка. Люблю. Желтые – это красиво. Здесь черные – это не очень красиво. Они аналогичные. То есть, ничего удивительного, ничего сложного и загадочного тут нет. Есть резисторы, есть гасящие конденсаторы, блок питания для вот такого транзистора. И в отличие от вот этого реле, в этом реле нужен дополнительный датчик какой-нибудь. В этом реле этот датчик уже есть. Это тот самый фоторезистор, который через вот такой рассеивающий колпачок получает световую энергию и включает-выключает систему. Вот. Чтобы не запутаться мне и не устроить короткое замыкание, сейчас я здесь вот это реле отключу. То есть, вот этот вот выключатель с лампочкой мы снимем. Вот. И подключим вот эту систему. Систему будем подключать, конечно же, по схеме. Вот тут вот все нарисовано. Что коричневый провод это должна быть линия, синий это должна быть нейтраль, а красный это тот провод, на котором появляется та самая линия, ну то есть фаза, как ее еще пытаются называть. Вот. И зажигает вот эти лампочки. Их может быть на 1200 ватт, насколько мы помним, да? Ну, мы зажигать лампочки не будем. Нас интересует, а сколько коровка дает молока, а точнее, сколько вот эта вот релюха сама по себе со всей этой схемой съедает электричество, вне зависимости от того, зажгла она освещение, или включила утюг, или не включила. Итак, нам надо не использовать красный провод. Красный провод обрезаем, как там в боевиках всегда рисуется. Вот. А к синему и коричневому цепляем наш прибор. Цепляем наш прибор. Вот. Я переключусь заранее на 60 мА, потому что я уже знаю примерно потребление. Я заранее провел все эти фокусы и опыты. И включаем, включаем в розеточку ненагруженное фотореле и смотрим его ток потребления. То есть, вот это фотореле потребляет у нас опять ту же самую половину, так же как и вот это вот фотореле, половину шкалы. То есть, вот деление 15, циферка 15, вся шкала 30, вся шкала у нас это 60 мА. То есть, те самые 30 мА съедает вот это вот фотореле. Вне зависимости от того, включило оно лампочку, выключило оно лампочку, оно ест постоянно круглые сутки, из часа в час, из дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Вот так я хотел сказать. Короче, если мы используем вот такие вот симпатичные, хорошие релюшки, для того, чтобы включать и выключать лампочку на типа вот такой, типа вот такой. Вот именно 10 ватт, которая 90 ватт светимости, то на поверку выходит, что мы тратим дополнительную энергию. Вот смотрите, ночью, ночью потребление этой системы лампочка и вот это реле будет 70, ну то есть 40 на лампочку и 30 мА на релюху. Днем, когда погас свет, конечно, будет вдвое меньше примерно, то есть всего лишь 30 мА через эту релюху. Но, если мы не часто пользуемся вот такой лампочкой, вот она стоит там, обычно же, для чего экономия делается? Чтобы лампочка включалась только в те моменты, когда люди присутствуют. Так вот, получается так, что поставив вот такую лампочку, ну не на 90 ватт, а скажем ватт на 50, и включив ее на постоянное горение, вы, во-первых, вы сэкономите по стоимости самой лампочки, вы сэкономите вот на таком автоматическом выключателе и вы сэкономите на электрической энергии. Кто не верит в эту лабуду, которую я вам только что сказал, ну можете взять карандаш и подсчитать, во сколько вам это обойдется. Тем более, что в подъездах стоят менее мощные лампочки, никто не ставит туда 90 ватт. Обычно там полтинник стоит от силы, не больше, а полтинник съедает, конечно же, не те самые 44 мА, которые вот для этой лампочки прописаны, а гораздо меньше, меньше даже, чем вот такое фотореле. То есть фотореле, вот эти вот все навороты, вы, конечно, можете поставить у себя, гордиться ими, все будет включаться и выключаться автоматически, но будет помогать вам только в том случае, если вас свет раздражает, а вот экономии вы не получите никакой. Ну это только частный случай, для частной жизни, для подъезда, а так-то прогресс идет, и надо быть, как бы, как там говорили, шагать в ногу с прогрессом. Но главное не спотыкаться. На этом все, ребята, пока, до следующих встреч.